Почему вы за нашим спиной решаете нашу жизнь, нашу вопрос? Вопросы все не ко мне. Я представитель банка. Вы здесь работаете, а сейчас вы решаете, чтобы отдать этих людей? Эти кадры сняты неделю назад во время встречи кредиторов с работниками Кожевинного завода. Тогда коллектив просто поставили перед фактом. Задолжавшее предприятие решено закрыть и передать новым арендаторам. Почти 150 человек, по сути, остались без работы. Нас хотят выгнуть на ФРАДЕ, но не хотим мы на ФРАДЕ работать. А где гарантия, что мы там долг-долг нас продержим? Потому что люди там были, и там невыносимые тоже рабочие условия. Их нерабочие нам передали, что они против, чтобы мы к ним туда приходили. Все развалили, развалить не стоит. А там они что будут? Шнурки вязать сидеть? Что они будут там делать, как специалисты, кожевники? Они вышли на работу всем составом в прошлом году после того, как предприятие обанкротилось. И коллективу пришлось остаться дома практически без денег. Идут на свои рабочие места и сейчас. Кожевники привыкли трудиться на совесть. Да и спрос на местную продукцию всегда есть. Сейчас кожевенный завод в Рассказовой это сотни наименований кожи. Вот это, к примеру, будущий ремень. Это мужская обувь. Там дальше кожа для женской обуви. Было и такое, что здесь производили кожу для отделки салонов дорогих иномарок. Так что вполне возможно, что сейчас где-то ездит Майбах с сидениями из Рассказовской кожи. А еще здесь зарождается музыка. Андрей Кучковский – единственный в стране мастер, который производит кожу для гармоний. Кожа для музыкальных инструментов делается из мелкого рогатого скота. То есть из овчины. Овчина кардыны, которую мы собираем. В стране ее стало очень мало. Сами знаете, положение в сельском хозяйстве плачевное. Так что приходится ездить по всей стране, собирать сырье и обрабатывать ее. Потому что фабрики, если я прекращу работать, музыкальные фабрики встанут. В цехах чистота и порядок. В унисон с дружным коллективом старательно работает умная техника. Кожа вымачивается, шлифуется, расслаивается, окрашивается. То, что на предприятии кризис, можно заметить разве что в обеспокоенных глазах кожевников. Производить это не просто. Например, залил в оборудование краску и начал пускать кожу. Нужно настроить на определенные параметры, на определенные зазоры это оборудование. Чтобы краска ложилась равномерно, тонким слоем. И чтобы это выглядело нарядно. Этому учатся годами, собственно говоря, ни одного дня работы. Не один день нужен и на то, чтобы разделаться с проблемами предприятия. Тем не менее, рабочие верят пока еще действующему руководству и надеются, что существующие задолженности будут погашены. Тем более, что за труд здесь исправно платят, несмотря ни на что. Впрочем, переживают заводчане не только за свою судьбу. Болеют за отрасль. В Рассказове больше нет предприятий, где производили бы кожу. Да и в России этот завод всегда считался одним из лучших. Попало в сложную ситуацию это предприятие. И мы, конечно, будем искать пути, чтобы люди, которые сегодня работают на предприятии, чтобы они работали на этом месте. Кожевинное предприятие у нас уже с 1985 года. И поэтому нам бы очень не хотелось, чтобы оно завершило свое производство. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить это производство и сохранить этот коллектив, который грудью стал за свое предприятие. Мы хотим сохранить завод и рабочие места. Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей. Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова.